Приветствую вас, давайте мы с вами для начала зададим вам вопрос. Готовы ли вы с уверенностью сказать, что сможете ради своей дочери прийти на праздник, выглядеть там веселой и так далее? Ну, то есть, вот, изобразить веселье, чтобы дочь ничего не заподозрила, например, чтобы дочь ничего не поняла. Сможете сыграть роль? Ответьте себе честно, потому что, если вы не сможете сыграть роль, лучше будет, если вы себе в этом признаетесь, лучше будет, если вы себе откровенно в этом признаетесь, если вы откровенно в себе об этом скажете, и будет лучше, если вы в таком случае, здесь я вот не согласен с коллегой Светланой, в том смысле, что вы не имеете права не приходить на праздник, то есть, ну, тут момент какой, какой, да? Если между вами и дочерью отношения доверительны, да, то вы можете просто сказать ей, что, ну, я не хочу идти на праздник, например, я устал там, или что-то еще, или там, ну, еще что-то, можете сказать. То есть, идеально, конечно, было бы, если вы сказали ей правду, да, то есть, правду, что вам не хочется, вот. Но при этом сказали, что будете рады, если, там, она пойдет, будете рады, если она сделает то, что хочет, вы будете за нее предельно рады. Ну, то есть, в деле, конечно, вот лучше всего, если, если ситуация будет вот так, вот так выглядеть. Вот. А если ваши отношения с дочерью такие недостаточно доверительные, вот, если вы, допустим, не уверены, что ваша дочь, там, например, допустим, поймет вас, если вы не уверены в том, что ваша дочь с пониманием отнесется, ну, вот, к тому, что вы не хотите идти на праздник, то в таком случае, конечно, имеет смысл что-то придумать, вот, придумать себе какое-то дело, придумать что-то еще, вот, я не думаю, что это будет прям совсем уж трагично для вашего ребенка, конечно, при условии, если вы с ней, ну, не находитесь в тесной какой-то связи, да, с тесной привязкой, то есть, если вы знаете, что для нее не будет трагично, если вы не пойдете на этот самый праздник, потому что, в конце концов, праздник это для нее, а не для вас. То есть, тут такая вот история, тут такая вот ситуация, и мне почему-то кажется, что исходить вам нужно именно из того, что лучше для вас, а не для дочери, потому что, если будет плохо вам, да, то, соответственно, будет плохо и дочери. Вот, значит, ну, вот примерно такая история, так мне это видится, вот, значит, жертвовать собой ради дочери, ну, мне кажется, это явно не то, что можно назвать хорошим поведением, потому что, ну, опять же, да, вот опять же, тут все, как бы тоже, что пожертвуете вы, да, а потом будете ждать от нее чего-то, а если она вам этого не предоставит, да, то есть, если она не сможет вам этого дать, как тогда быть, собственно, вот, вот, просто понимаете, то есть, это такой, такой момент, и мне думается, что не стоит подвергать риску вашей дочери, в том смысле, что если вы придете, и там будет что-то натянуто, это будет гораздо хуже, чем если вы вообще не придете, да, и объедините дочери свою папницу, вот. Другой вопрос, другой момент. А, вы пишете, что, значит, я по переписке разошлась во мнении рассказначеем, значит, нашей детсад-группы по поводу подарков воспитателям, ущемляя детей в том, что не приглашают аниматора. Как быть? Знаете, вы не задаете вопрос свой, ну вот, по поводу этого, но я все же скажу, я все же скажу. Мне кажется, что проблема какая-то высохрана из пальцев, в том смысле, что только для того, что, значит, не приглашают аниматоров, да, для детей, вы хотите не пойти на праздник. Что-то у меня такое чувство, что аниматоры как будто вам нужны что-ли, или такое впечатление, что вы на принцип пошли здесь. Ну, распорядились деньгами, вот, люди, да, ну так вот, распорядились деньгами, люди. Вот, ну, это, можно спорить с этим, можно не спорить, но так они распорядились. Вот, да, у детей не будет аниматоров, но зато воспитателям будут подарки, что, в принципе, тоже мне кажется неплохо. Вот, то есть, почему, почему вас это задело? Так, ну, на мой взгляд, вопрос, на мой взгляд, вопрос, такой достаточно серьезный, почему вас это задело, понимаете? То есть, ладно, если вы, ну, если вы, как бы, вот, считаете, что это неправильно, то есть, в данном случае, в данном случае, мне кажется, своей позиции вы наносите вреда гораздо больше, ну, например, своей дочери, допустим, наносите вреда гораздо больше, тем, что не хотите идти с ней на праздник, ну, к ней или с ней, да, на праздник. Вот. И, с одной стороны, вроде бы вы говорите, что это из того, что аниматоров не пригласят. Типа, как бы, для детей, вроде как, из-за детей вы это делаете. А, с другой стороны, своего рода ребенка сами обделяете, ну, вот, тем, что не идете, да? Вот. То есть, это, на мой взгляд, ну, такая довольно странная позиция у вас. То есть, мне кажется, что было бы лучше, если бы вы определились с тем, что вас реально задело. Вот. Прям вот, ну, прям реально-реально, что вас реально задело. Вот. Было бы идеально, на самом деле. Потому что, если, если вас задело что-то, вот, прям, ну, действительно, если вас прям что-то задело, то, на мой взгляд, ну, нужно с этим разбираться. Вот. С тем, что вас задело. Вот. И честно признаться себе в том, в том, например, что, да, меня задело, да, мне неприятно, да, и так далее. Вот. Это будет, по крайней мере, честно. Понимаете? А сейчас вы не совсем понятно, какую цель преследуете. То есть, чего вы хотите по итогу. Вы хотите, там, например, доказать кому-то что-то? Вы хотите кому-то что-то объяснить или что? То есть, вот, определите для себя этот момент, пожалуйста. Я думаю, что это пойдёт на пользу вам, это пойдёт на пользу и ребёнку тоже, потому что вы сможете, ну, чётче сформировать свою позицию, и я полагаю, что от этого только выиграют все. Вот. То есть, если вас что-то задело, да, то с этим можно вам помочь, с этим можно помочь разобраться. Вот. В этом можно вам помочь, вот. И так далее. То есть, если вам обидно за детей, сделайте что-то сами. Если вам неприятно, что вы платите, то есть, ну, что вы платили, а в итоге выяснилось, что соответственно, да, что эти деньги, там, ушли, ну, непонятно кому, да, непонятно куда, то это, это, я вас понимаю, опять же, да, да, я вас прекрасно, прекрасно понимаю, ну, вот, но, что вы можете сделать? И стоит ли из-за этого, да, грубо говоря, лишать своего ребенка вашего присутствия? Вот. То есть, мне кажется, что такая история, мне кажется, что вот так можно ответить вам на ваш вопрос, да, то есть, ну, не нужно однозначно приносить жертву себя, да, не нужно однозначно жертвовать с собой, но разберитесь в том, какую цель вы преследуете. Вот. Разберитесь в том, чего вы по итогу хотите, чтобы, ну, чтобы можно было это адекватно реализовать, понимаете? Вот. А то сейчас такое впечатление, что вы просто вот какую-то войну объявили, не знаю, детскому стадию и так далее, а при том, что дети, собственно, ну, дети отходят на второй план. Вот. Мне кажется, это неприемлемая позиция. Вот. Потому что, опять же, да, как вам, как вам сказали мои коллеги, да, что дети ни при чем. Вот. То есть, вот на эти темы подумайте и решите для себя. Может быть, все обойдется совсем малой кровью, в том смысле, что вы просто сыграете роль, да, на празднике, просто побудете веселой и все, и дочь никогда не узнает вообще, что произошло, да, то есть, ну, что случилось и так далее. Дочь никогда об этом не узнает. Вот. А может быть, вы, вот, если, ну, если все потяжелее, да, и все послогнее для вас, то в этом случае вы просто сделаете, как вот, как вам хочется, как вам лучше, да, и все. То есть, опять же, ну, никому, никому просто, никому не будет хорошо, хорошо, если вы будете наступать себе на горло. Вот. 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 Вот примерно так можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Рад буду вам ответить на какие-то вот, ну, на какие-то дополнительные вопросы. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации.